Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня разрывает от боли и переживаний за сестру. Прошу помочь. Мне 23, сестре будет 20. Значит, мама слишком распоряжалась за нашу жизнь, что решила поступить практично. Но не учла одна мою сестру. Мама пережила сложную жизнь. Дом она купила лишь после 40 лет. В это время мы жили в съемных квартирах. У нее был бзик. Шла не обрести квартиру, чтобы быть независимым. Мне она нашла такую, оформила и оплачу рассрочку. У меня нет проблемы, я работаю и стабильно зарабатываю. Работа, не скажу точно, нравится, но терпимо. Во всяком случае, я справлялась. Мать взяла за сестру. Когда я исполнил 19, чуть позже, она нашла ей квартиру за более меньшую цену, но оплата рассрочкой. У сестры на тот момент били копейки в качестве ЗП. Мать и отец помогали. Сестры выплачивают ежемесячно. Теперь же сестра переживает и месяц себе не находит. Мать ее поставила в позицию злошника. Сестра работать не хочет там, где ЗП маленькая у нее появилась и свои потребности. Хочет айфон не сразу платить, а тоже рассрочки. И переучиваться теперь не получится. Ей уже 20 передает, наверное, на третий курс. С учителем быть не хочет, и она не сможет. Я сама уже поняла, что такое жительство, потому что знаю все эти нюансы. И не советую вообще в нее. Не верю. Я за это себя ругаю. Она в каком-то тупике. Я, как старше, не знаю, чем ей помочь. Скажу честно, я не верю в ее сил. Мне кажется, везде она ответственно работает. Но вдруг она из-за своей неответственности вляпается в какое-то дело. Что-то убыстит. Например, даже на кассе в магазине работать. Ну или где-то еще. Она сама уже думает, что ничего у нее не получится. Мне жаль эту девочку. Ей бы хотя бы сейчас 30 тысяч зарплату, не знаю, чтобы 20 платить за квартиру. И хотя бы, чтобы 10 на руках оставалось. Я могу за нее платить, но это тоже неправильно. Мне больно за нее. И мать, я ругаю не особенно. Жалко сестру. Она мучается бедно. Но я не верю в ее силы, что у нее получится. В общем, я не знаю, что делать. Хочется умереть. Прошу помогать всем советам. Как вы видите, я ей говорю, мы поможем тебе заплатить за квартиру. Не переживай. Но я уже понимаю, что все это сложно. Похудела она все время в каких-то поисках. Что мать натворила. Ну, смотрите, здесь ситуация такая, что в общем и целом, по отношению к своей сестре, вы, на мой взгляд, ненамного отличаетесь от матери. Вот. А в каком смысле ненамного отличаетесь от матери? В смысле того, что вы, так же, как и мать, как бы, не даете ей, в смысле, сестре, как-то вот самостоятельно решать, ну, свои проблемы по жизни. Вот. Самостоятельно. То есть вы, так же, как, так же, как и ваша мама, по сути дела, как бы, ну, решаете много вещей за нее. Вот. Так же, как у вашей мамы, у вас есть определенные ожидания. От, эм... Сестры. Т.е. откуда вот эта история про... Ээээ... Не верю. Откуда эта история про не верю? Эта история про не верю, ээээ... Она оттуда, что, ээээ... Сестра может мне оправдать мои от нее... Мои ожидания от нее. Вот. По большому счету... По большому счету... Проблема в этом. Основная. Эээ... Хотите вы этого? Или я? Не знаю. И, соответственно, в первую очередь, ээээ... То, что вам, на мой взгляд, нужно, это... Разобраться с тем, как вы относитесь к своей сестре, как вы ее видите. Потому что есть ощущение, что... Эээ... Как... Эээ... Эээ... Ваша мама пытается... Эээ... Эээ... Ну... Как бы... Эээ... Эээ... За ее счет... Эээ... Эээ... Что-то решать. Так же и вы пытаетесь за ее счет что-то решать. Эээ... У нее... Чего-то не получается. Да... Эээ... 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 Там она не идеальна и прочее. Но... Никто не идеальный. И... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... Вы довольно легко теряете себя, не живете по большому счёту своей жизнью. Ну и есть ощущение, что боретесь вы со своей мамой, вот есть ощущение, что сестра стала вот таким плацдармом для борьбы между вами и сестрой. Вы говорите, что вам больно. Я вас в этом, ну, я вас в этом, вам, точнее, я в этом смысле вас понимаю, вот, ну, прекрасно в этом смысле вас понимаю, но мне думается, что боль, вот та боль, которую, например, ну, условно говоря, чувствуете вы, да, это боль, она про вас, она не про, ну, не про вашу сестру, скажем так. То есть болит-то, болит-то у вас, вам больно, сестра здесь не при чём, сестра здесь не при чём от слова, ну, пожалуй, от слова совсем. Вот, и чем быстрее, на мой взгляд, вы для себя это поймёте, да, тем, чем быстрее вы как-то вот, ну, будете отделять, что ли, одно от другого, вот, тем, в принципе, будет лучше вам. Чем лучше вы будете отделять то, что связано с вами, пускай и это является неким таким, может быть, ну, триггером, да, вот, в качестве сестры, но всё же это ваше собственное переживание и к сестре отношения не имеет. На мой взгляд, состояние сестры связано с тем, что она оказалась между двух огней. И первая сторона – это мама, которой, ну, она, может быть, считает, вот, себя должен, да, а вторая история – это, собственно, вы, потому что ваша сестра думает, ну, так же, что и вам она сестра, так же должна. Вот. Ну, вот, и в целом получается такая вот забавная в кавычках ситуация, что сестра, ну, сестра должна всем, вот. В этом смысле, как бы, ну, за бортом, да, остается только она сама, вот. Вот. То есть вы, значит, в данном случае получается обесцениваете маму свою, вот, ну, то есть вот вы как-то, ну, говорите, что это она, вот, да, там, натворила дело, там, и так далее. Вот. И так же довольно легко вы обесцениваете и сестру тоже. Что, конечно же, ну, вот, на мой взгляд является серьезной, ну, проблемой, потому что, потому что сестра, она, ну, вот, не чувствует себя самостоятельной, да, она не чувствует себя сильной, она не чувствует себя свободной, она не чувствует, что может что-то, да, именно вот потому что вы в нее не верите. Вот. А верите вы в нее именно по той причине, что она не оправдает ваших ожиданиях. Вот. Ну, то есть это вот такой своего рода получается замкнутый круг. Вот. И, как мне видится, ну, вот к вам, ну, из этого круга выходить. Вот. Вот. По ручному, то есть мой коллега вот говорит про треугольник Карпмана, я с ним, пожалуй, согласен в этом смысле. То есть это действительно очень похоже на треугольник Карпмана. Вот. Ну, на мой взгляд, это действительно похоже на такую вот своего рода, ну, созависимость. И, соответственно, из этого, ну, из этого нужно выходить. Вот. Иначе, ну, по факту, да, страдать будут вот все уже страдают. То есть уже страдают. Ваша сестра и вам уже больно и так далее. То есть что это такое? Это вопрос личных, личных границ. Вот. Именно об этом мы сейчас говорим. Где я? Где мама? Где моя сестра? Вот. Не всегда это легкий процесс, не всегда это безоблачный процесс. Не всегда это, ну, такой, знаете, понятный процесс. Тут, ну, к сожалению, довольно легко запутаться, довольно легко принять неверное решение, но тем не менее. Вот. Поэтому самое лучшее, что вы можете все сделать, это смотреть в сторону того, чтобы сестра жила так, как она умеет. Вот. 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 Самое лучшее, что вы можете сделать, это дать сестру свободу. Вот. 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 Хотя бы. Хотя бы. Ну, со своей стороны. Вот. Вот. На мой взгляд, это самое лучшее, что вы можете сделать. На мой взгляд, повторюсь. Какая альтернатива? Ну, вот. На мой взгляд, ее нет. Дальше, значит. Так. Вот вы пишете, что мама, значит, взялась, устремилась в момент копейки, теперь сестра переживает, чтобы не находить место. Вот. Мама ее поставила в позицию должника. Да? Вот. И, соответственно, я ей не советую быть учителем. Я вообще в нее не верю. Да? То есть вот этот вот я в нее не верю, это вот ключевой момент. То есть вы не должны в нее верить. В чем, в чем как бы, ну, в чем, в чем самый главный момент, что вы не должны верить в кого-либо вообще. Вот. Что люди, это не те, вот, как бы, ну, в кого я верю или в кого я не верю. А вот. А люди, это то, какие они есть. То, кто они есть. Люди. Понимаете, да? Вот. Вот. И это очень важный момент, который вы, ну, вот, к сожалению, ну, забываете. Вот. Вот так вот. Что еще можно сказать? Что вы боитесь? Можно сказать. Можно сказать, что вы боитесь. Можно сказать, что у вас, ну, вот, довольно большое количество страхов присутствует. И что интересное мне, так это то, что это за страх. Вот. Вот. То есть, что они всегда представляют этот страх. Вот. Какие они, эти страхи. Вот. На это я бы, тоже хотел бы, вот, чтобы вы обратили, вот, свое внимание. Вот. Да, да. То есть, вот. Ну, что будет-то, если, вот, сестра, там, ну, условно говоря, там, попадет в какие-то, ну, допустим, неприятности, да? Вот. Что произойдет в этом случае? Ну, допустим, опять же. Вот. Вот. А что произойдет? Что случится? Тогда. Вот. Чего вы, ну, вот, в этом смысле, да? Чего вы боитесь? Понимаете? Понимаете, да? О чем, ну, о чем идет речь? Ну, вот. В данном случае. Ну, вот. Плюс у вас, на мой взгляд, есть обиды. На маму. Свою. Вот. Довольно сильно. И, как мне видится, вы их, вот, ну, знаете как, вы их, эм, переносите, да? Вы их проектируете. Вполне возможно, что у вас даже есть в наличии некая агрессия на сестру, хоть вполне возможно, что у вас есть некая агрессия на сестру, которая связана именно с обидой на маму. Вот. Понимаете, да? То есть, ну, то есть, вот, какая здесь история, что я не буду, значит, в тебя верить, вот, как бы, как бы говорить, вот, я не буду в тебя верить. Потому что я, вот, хочу, чтобы там, ну, условно говоря, чтобы у мамы, да, ну, ничего не получилось. Вот. То есть, вы хотите, чтобы мама, вот, ну, в какой-то степени, чтобы она, ну, ошиблась. Вот. Вы хотите, чтобы мама потерпела, ну, потерпела неудачу. Как бы. Ваше желание в данном случае, понятно, у вас есть обиды на маму, там, и так далее, но вы сами не свободны, ну, вот, в какой-то степени от мамы своей сейчас. Вот. И, в этом смысле, да, будучи не свободной и не чувствуя, не ощущая, что такое, ну, что такое свобода, да? Я имею в виду психоэмоциональную свободу, не ощущая. А вы же своей сестре, ну, даёте только, ну, только негатив, негатив в этом смысле. Вот. Вы своей сестре даёте, ну, только, только, только деструктив в этом смысле. Вот. Потому что, потому что вы сами находитесь, вот, в, ну, таком состоянии. Вот. Как бы, ну, ну, деструктивном, да, сами вы находитесь в таком состоянии. Поэтому, если вы хотите помочь своей сестре, да, то вам, на мой взгляд, ну, в первую очередь, крайне важно самой стать свободной. Вот. Вам крайне важно, в первую очередь, самой обрести некую, вот, свободу, да, внутреннюю. Вот. И, соответственно, тогда, тогда вы сможете, ну, вот, из этого состояния уже вы сможете давать, значит, ну, своей сестре, да, тот отклик, такой отклик, который, ну, вот, в этом смысле будет, ну, как бы сказать, да, будет для неё полезным. Вот. Я бы так это сказал. Я бы так это сказал. Вот такая вот история. Сейчас же то, что вы делаете, это поиск какого-то, ну, какого-то решения, вот, которого, ну, к сожалению, нет, потому что у сестры есть определённая выгода вторичная, вторичная, так поступать, так жить, как она живёт. У вас есть определённая выгода так жить и так поступать, как вы поступаете. Вот. И есть серьёзные опасения лично у меня в том, что вам ваша жизнь, на мой взгляд, не так интересна, вот, как, например, ну, например, жизнь, там, допустим, вашей, ну, сестры. Да. Вот. А вот такая какая-то история, то есть так я это, по крайней мере, вижу сейчас, с точки зрения, ну, вот, со своей точки зрения, да, с точки зрения психотерапии. Да. Имеет смысл вам, конечно, изучить тему. Преугольника Карпана, вот, и от обвинений, которые, ну, в целом, являются голословными, то есть, ну, любые обвинения являются голословными. В каком смысле? В смысле того, что ничего не несут вообще себе. То есть, ну, вот, вы обвинили маму, например, в том, что она, там, натворила что-то, допустим. А вот, обвинили. Хорошо. Всё. Ну, и, а, что дальше? То есть, она будет, ну, что-то по-другому делать, по вашему мнению, да. То есть, она, ну, измениться должна, ну, допустим, да. Вот. Она должна, как-то вот, ну, внезапно, вдруг, сказать, о, слушай, да я не права была, да, вот, всё, как бы, то есть, ну, вот, ну, вот, я не права, вот, ну, понимаете, да, то есть, это, вот, из области, ну, из области фантастика, скажется, такая история. Вот. Мне очень жаль, мне очень жаль, что, вот, ну, я вам так, я вам это говорю, ну, вот, я бы сказал, что сейчас, вот, вы движетесь, вот, ну, по совершенно, ну, по совершенно деструктивному пути. Вот. И, совершенно, я, э, э, хорошо, э, э, понимаю, что хотите вы сестре помочь, вот, э, совершенно я понимаю, что делаете вы, э, э, всё это, э, ну, 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 вот, как бы, не со зла, то есть, вы хотите для своей сестры только, только самого лучшего, я, э, прекрасно это понимаю. Вот. Но правда заключается в том, что вы вредите, э, вредите, э, себе, к сожалению. Вот. И, если вы хотите это изменить, да, если вы хотите это исправить, если вы хотите это исправить, то, ну, вот, нужны, э, по-видимому, другие действия более зрелые, более, э, более, ну, скажем так, э, более идущие от, э, вас. Вот. То есть, я бы, я, я бы вот так, наверное, так, наверное, вам бы сказал это. Вот. Вот. Как-то, как-то так, пожалуй. Э, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Э, э, хочется, вот, пожелать вам, э, всего самого доброго, и удачи. Надеюсь, что, э, э, ну, пищу для, э, пищу для размышлений у меня вам дать получилось. Надеюсь, что, э, вам есть в этом смысле о чем подумать. Вот. Надеюсь, что, э, э, у вас, ну, будет, э, в этом смысле, вот, э, какая-то обратная связь, да. А, вот. Ну, то есть, э, вот, какая-то, какой-то отклик, да, у вас, я надеюсь, будет, э, вот, что вы, э, сможете, э, значит, ну, предоставить, э, вот, э, для себя. И это позволит вам, э, э, сформулировать, э, э, базовые, э, постулаты для психотерапии вашей, вот. А если вы этим займётесь, да, если вы займётесь этим, ну, как-то, вот, всерьёз, э, вот, то вы, э, сможете, значит, ну, в дальнейшем, в будущем вы сможете, э, в этом смысле, э, привлечь, э, к этому, к этому и, э, свою сестру тоже, вот. То есть, ей тоже, э, э, чтобы, ну, ну, оказали помощь, оказали помощь, чтобы она тоже, вот, получила помощь. Ну, а мама, если вы, э, ну, если вы в этом, э, смысле, э, станете, вот, как-то, вот, ну, независимой, независимой со своей сестрой. А мама, она просто останется без, э, иного выбора, кроме, как, э, э, значит, э, что-то в своей жизни менять. Сейчас ей менять что-либо. Зачем? Потому что, э, её всё устраивает, у неё всё хорошо. А вот, всего вам, всего вам, всего вам доброго, обращайтесь.